Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» с вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Вячеславовна Караваева, начальник отдела социального развития администрации Одинцовского муниципального района. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна! Здравствуйте, Мария! Прогласили вас мы сегодня в нашу студию не случайно. Пришли вы не одна, а вместе с ребятами, тем, кто прекрасно провел в летних оздоровительных лагерях свои летние каникулы. Наталья Вячеславовна, практически, ну практически полностью завершилась летняя оздоровительная кампания. Как все проходило? Как прошли эти летние каникулы для наших ребят? Сказать, что летняя кампания уже завершилась, я бы сейчас не могла, потому что более 130 наших ребят находятся в различных лагерях оздоровительных как на территории Подмосковья, так и за пределами нашего региона в Крыму и в городе Анапа. И, конечно же, подробнее о том, как была организована кампания. Прежде всего, был задействован огромный человеческий, педагогический, управленческий ресурс для ее организации. Подготовлены бюджетные средства в размере 17,5 миллионов рублей, которые мы старались израсходовать рационально и с пользой. Также наш Денцовский район получил субсидию от Московской области в размере 15 миллионов 412 тысяч рублей. И все эти деньги были израсходованы на проведение различных направлений летнего оздоровления. Прежде всего, закуплены путевки в оздоровительные лагеря. Это лагерь Наукоград, это Подмосковье, лагерь Плаве, тоже Подмосковье, лагерь Премьера, город Анапа, Краснодарский край, море. И, конечно же, 192 ребенка поехали в этом году в Евпаторию, в Крым, в лагерь морской. И мы за это лето побывали и посмотрели, как отдыхают наши ребята во всех лагерях. Теперь мы знаем полностью, как организовано питание, какие кухни, какие используются для этого аппараты, для того, чтобы приготовить нашим ребятам вкусную, здоровую, калорийную пищу. Как организован процесс, когда пища поступает на стол и подается нашим ребятам. Насколько она горячая или холодная. Насколько грамотный педагогический и воспитательский, вожатский состав в наших лагерях. Какова образовательная программа. И насколько комфортно нашим детям находиться в комнатах, где они проводят свое вечернее и обеднее время. Как организован процесс игры, отхода ко сну. То есть мы в этом году еще раз очень подробно потрогали, посмотрели, как живется нашим детям в лагерях. И, в общем-то, остались целым довольны. Если подвести итог, какой-то резюме, какие впечатления оставили все эти лагеря у вас? Потому что вы лично везде побывали. Я хочу сказать, это действительно был качественный отдых. Даже если где-то мы, как управленцы, как мамы, видели, что нам бы не хотелось, чтобы именно так проходило, то контакты управленцев, педагогов, организаторов летней кампании были настолько тесными, что к нам прислушивались, к нашему мнению прислушивались, исправляли какие-то моменты. Но в целом и воспитательная, и оздоровительная программа была на хорошую четверку. Потому что, безусловно, есть всегда к чему стремиться. И нужно сказать, что летнее оздоровление и влияние администрации Денцовского муниципального района на этот процесс касается не только оздоровительных лагерей, тех, куда мы закупаем путевки. Но и вообще речь идет не только о влиянии администрации Денцовского муниципального района на те лагеря, в которых отдыхают наши дети непосредственно Денцовские, куда мы закупили путевки, но и контроль пребывания и отдыха детей на территории нашего района. Мы выехали во все лагеря, которые именно носят статус оздоровительного лагеря и которые имеют принадлежность к Одинцовскому району. Они не муниципальны, они принадлежат другим ведомствам, предприятиям, но тем не менее мы тоже отвечаем за тех детей, которые приезжают к нам в гости на отдых и оздоровление. Мне бы хотелось, чтобы к нашей беседе присоединились непосредственные виновники торжества, скажем так, да? Таисия, ты побывала в Крыму. Делись впечатлениями, как все проходило, чем занимались, какие впечатления и эмоции остались после Крыма? Все было очень ярко, все было очень весело, было очень интересно, было очень много квестов на свежем воздухе. За это огромное спасибо лагерю. Я до этого была в двух лагерях, но там квестов было не так много, их, можно сказать, немного не хватало. Также спасибо за то, что там спольная площадка и, в принципе, площадка для провода мероприятий была тоже на свежем воздухе, и это было очень удобно. То есть мы могли дышать свежим воздухом, и все было очень хорошо. Помещение, как сказать так, не сжимало наших движений и все тому подобное. Мероприятия были очень интересными и очень интересные. Каждое мероприятие проходило каждый вечер, и нам давали достаточно времени, чтобы подготовиться во всех мероприятиях. Нас предупреждали заранее. Особенно мне понравилось мероприятие, посвященное Дню Победы. Очень было все интересно, и еще очень понравилось завершение смены. Что же там было такого неожиданного? Очень понравилось выступление вожатых. Честно, не ожидала, что будет такая насыщенная программа, и что будет так весело. И вот этим мне все очень понравилось. Таисия, ты уже не первый год отправляешься в летние оздоровительные лагеря, именно так проводишь свои каникулы. Вот если брать это лето, этот сезон, то в чем были существенные отличия? Я так понимаю, что эмоции прям переполняют. Существенные отличия были в том, что в других лагерях так какового парка, можно сказать, не было, где можно было погулять с разрешения вожатой и воспитателя. А также там были немного другие площадки футбольные и немного другие площадки в целом. И большой плюс это то, что была большая местность, где можно было погулять с разрешения вожатой и воспитателе. То есть понравился сам лагерь, да? Да. Своей инфраструктурой, своим оборудованием площадок игровых, спортивных, да? Да, очень. Наверное, все было, вот на твой взгляд, насколько все было безопасно? Насколько вам действительно, вы чувствовали себя как дома? Ведь это, наверное, один из самых важных вопросов для каждого родителя. Я могу по этому поводу сказать, что все было максимально безопасно и максимально здорово. По-настоящему чувствуешь себя дома, чувствуешь отряд, который всегда рядом, который поддержит, чувствуешь вожатых, которые трудно могут подойти помочь. Чувствуешь воспитателей, в них ты чувствуешь защиту и, в принципе, ты можешь платить им чем-то. Таисия, вот честно, звонила домой? Скучала? Да, звонила, но, ну, как сказать, первый день, конечно же, первые два-три дня скучала, но потом как-то перестала это замечать. Ну, прям влилась во всю эту работу и, честно, скучала не очень сильно первые два дня и последние два дня. Потом, наверное, уже родители звонили, спрашивали, Та, ну, почему ты нам не звонишь? Ну, ты что, совсем о нас забыла? Да? Ну, это можно объяснить так, что было очень много мероприятий, просто было некогда звонить и, вот, честно, было очень. Мы сейчас в Таисии прям побывали в Крыму. Ну, мне хотелось бы поддержать еще, Таисия, потому что я тоже побывала в этом лагере, в лагере морском, когда ребята уехали на нашу первую смену, мы отправляли их из аэропорта Домодедово, и первые звонки, конечно, были не совсем ожидаемые для нас, как для администрации, и мы поехали посмотреть, как же там все изнутри. Может быть, что-то нужно помочь людям подсказать, потому что все-таки контингент Московской области и не совсем привычен для Крыма, потому что очень долго не вывозили наших ребят именно на эту территорию. И я хочу сказать, что там было шикарнейшее оборудование для приготовления именно санаторно-оздоровительной пищи для наших ребят. С точки зрения безопасности, действительно, были созданы условия, был подготовлен хороший штат охранников, поставлены видеокамеры, которые наблюдали за нашими ребятами. Больше всего мне понравился пляж. Пляж был качественно оборудован, там были спасатели, там был смотритель, и там был очень хороший медицинский кабинет. И, в принципе, особых замечаний от наших замечательных родителей впоследствии уже не было. А вот отзывы я очень рада, как Таисия говорит о своем лагере, потому что действительно дети, они изнутри чувствуют отношение к ним, и они зажигаются, заряжаются от этого. И поэтому такие эмоции вот сегодня у нас с вами здесь. Теперь предлагаю отправиться в Подмосковье в знаменитый лагере «Наукоград». Мария, побывала в нем ты, рассказывай, как проходили твои каникулы. На самом деле, я была на первой смене в этом лагере, и мои каникулы прошли незабываемо. Огромное спасибо хочется все же сказать вожатым и руководству, общаясь с которыми чувствовалось, что ты заряжаешься позитивом и положительной энергией. Ежедневно каждому из нас выпадал шанс выбрать определенную сферу деятельности, интересную для себя, и испытать себя в ней, посетя урок от одного из наших научных руководителей. Это было действительно незабываемо и интересно, что даже я, стараясь посещать каждый день новый, другой кружок, спецкурс, успела побывать практически только в половине. Что удалось попробовать? Мы занимались моделированием, судомоделированием, это было очень занимательно. Также у нас было программирование, и так как для меня это вызывает особый интерес, то я чаще всего находилась там. И также каждый вечер у нас заканчивался концертом, на котором каждый из отрядов пытался показать друг другу, кто на что способен. Нам выдавали тему, и всем отрядам мы готовили номер, в котором были задействованы просто все. Конечно же, больше всего меня поразил тот день, когда руководство лагеря позволило и доверило мне и некоторым ребятам из моего отряда провести один из таких концертов. Самое лучшее впечатление. Ну и, конечно же, в лагере была очень хорошая традиция. После каждого вечернего мероприятия, поднимаясь со своих мест, мы вставали в Орлядский круг и напевали очень хорошую песню, которую впоследствии все знали очень хорошо. Это делало нас еще более сплоченными, мы привыкали так друг к другу намного лучше. И оказавшись все-таки в такой атмосфере, хочется оставаться там еще очень надолго. Прекрасные отзывы детей, Наталья Вячеславовна. Родители также довольны тем, как был организован отдых их ребят. И вот как они относятся ко всей летней оздоровительной кампании? Понимают ли они, насколько это огромный, колоссальный труд, насколько много людей задействованы в организации летнего досуга наших любимых детей? Мария, огромное спасибо за этот важный вопрос. Потому что действительно тот ресурс, который задействован при подготовке, он огромен. Это и качественный выбор тех направлений и предположительно лагерей, в которых мы бы хотели, чтобы побывали наши дети. Это проверка программ, которые будут предоставлены нашим детям. Это организация логистики, то есть направление детей, доставка их в лагеря. Тем более это связано с авиаперелетами. Это постоянный контроль, как же живется нашим детям, что они едят, как они играют. И, конечно, я думаю, что те родители, которым посчастливилось получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, они, я думаю, оценили этот труд и эту возможность нашего района. Потому что, ну, я думаю, что не в каждом районе есть такие условия, когда родители получают путевки бесплатно. Безусловно. Более 712 путевок, которые были выданы, это путевки были целевые. Прежде всего детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это семьи, которые оказались в такой ситуации. Дети из многодетных семей и дети, которые показали особые успехи в искусстве, спорте, в учении, в общественной жизни. И поэтому и программа подбиралась именно под таких детей. Потому что наши детки побывали в лагере, который называется «Память поколений». Это лагерь, который организовывала Московская область для мальчиков. Это военный лагерь, военно-исторический лагерь. И 50 наших ребят, не все из простых семей, в которых действительно трудная ситуация, они бесплатно на 14 дней окунулись в такую военно-историческую спортивную атмосферу, где воспитателям вожатыми были мужчины. Они передавали им определенный и социальный, и исторический опыт. Я думаю, что для каждого мальчика это достаточно важно. Были ребятки, которые поехали у нас, вырвавшись из сложных семейных ситуаций, и эта возможность была для них разгрузиться, отдохнуть, побывать в новой обстановке. В конце концов, просто хорошо и качественно поесть. Были дети, одаренные в области науки, искусства и спорта, и тогда они получили и программный продукт. Но 712 путевок – это значительно много. Из них мы 30 путевок получили в подарок от МОЗ «Облгаза» на научную смену в Наукоград. Мы 49 путевок для одаренных ребят получили также от МОЗ «Облгаза» в подарок на последнюю, четвертую смену для одаренных детей в премьеру. И они были предоставлены родителям абсолютно бесплатно. В том числе и проезд был для родителей бесплатный. Это лучшие наши детки. И очень много в этом году ребят поехало в лагеря из многодетных семей. И мы считаем, что это заслуга и тех людей, которые занимаются организацией, потому что подобрать качественный состав ребят, именно те, которые в первую очередь нуждаются в отдыхе и оздоровлении, это заслуга школ. Потому что в первую очередь, откуда мы принимаем информацию? От образовательных учреждений, которые изнутри знают своих ребят. Очень тесный контакт у нас с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Именно они предлагали кандидатуры острому заслуждающихся детей выбраться из семей, получить отдых и оздоровление. У нас хорошие взаимоотношения, отличные, качественные, работоспособные, с управлением опеки и попечительства по Одинцовскому району. И все родители и дети, которые находятся в опекаемых семьях, это детки-сироты, детки-семей с приемными родителями, получили путевки в лагеря именно под то направление, которое они для себя выбрали. И я думаю, что это качество, которое предоставлено им, оценено родителями. Но мы немножечко позже поговорим и о других направлениях. Это в том числе лагеря с дневным пребыванием, бригады с оплатой труда подростков. Более 20 тысяч детей задействованы в этом году в активном отдыхе и оздоровлении на территории как нашего района, так и с предоставлением условий от района. Я думаю, что мы буквально вернемся к этому через несколько минут и продолжим наш разговор. К нашему разговору присоединился Александр Боркин. Здравствуй, Саша. Здравствуйте. Ты у нас находился и оздоравливался в лагерях с дневным пребыванием. Наталья Юрьевна, что это за еще одно из направлений? Такое достаточно объемное. Действительно, это и достаточно объемное, и масштабно финансируемое, и с хорошим качественным охватом. Это лагеря с дневным пребыванием, которые создаются у нас в образовательных учреждениях. Общего образования, учреждениях спорта и учреждениях культуры. В этом году открыто 49 лагерей с дневным пребыванием, в которых получили оздоровление и отдых 2362 ребенка. Этим направлением занимались два подразделения администрации Одинцовского района. Это управление образованием и комитет по делам молодежи, культуре и спорта. Ну, то есть, исходя из вышесказанного, мы понимаем, что у нас были лагеря в школах, были в Одинцовском центре эстетического воспитания и в центре детского творчества Пушкинская школа, и в спортивных школах, спортивные лагеря. Вот Саша как раз представитель именно такого направления. Если в школах лагеря были открыты практически в каждом образовательном учреждении, за исключением тех, где массово проходила государственная аттестация. И именно ресурсно мы не могли открыть там лагеря, потому что необходимо создать условия, это должны быть отдельные комнаты, это должна быть площадка для игр, если дождливое время, это должна работать столовая в это время. И самое главное, обеспечен педагогический персонал и медицинский, что немаловажно, персонал. Поэтому у нас лагеря в школах, лицеях и гимназиях, к сожалению, мы не смогли охватить все, но это было практически две трети от всех образовательных учреждений. И, конечно, в таких лагерях больше было детей начальной школы. Но для родителей, особенно этого возраста, было очень важно как-то занять ребенка, пока они на работе. Но если бытует среди многих взрослых, особенно, будем говорить, нашего направления, и педагогического, и административного, что где-то лагеря с дневным пребыванием это возможность передержать ребенка, пока родитель занят на работе. Я категорически не согласна с этой сентенцией. На самом деле это маленькая жизнь. Маленькая жизнь маленького ребенка, но в адаптированных, хороших, качественных условиях, где он видит те же стены, но немножко по-другому. Для него организовано воспитательное мероприятие. Для него организовано питание, но тоже немножко по-другому. 220 рублей в сутки выделялось на ребенка, чтобы организовать ему завтрак, обед и полдник. Очень качественный, очень вкусный. Мы с вами выезжали все вместе, мы смотрели, как этот процесс организован. Ну и плюс мероприятие как в стенах школы и на территории, так и за ее пределами. Потому что каждое образовательное учреждение старалось придумать какую-то интересную экскурсионную программу. И, конечно, это педагоги, которые понимают психологию ребенка. Это те ребята, которые уже, ну если не из одного класса, то из одной параллели. Или хотя бы они их видели. То есть это достаточно комфортные, интересные условия для детей. А то, что касается спортивных лагерей, это, ну я думаю, что все работали на результат. Потому что лето и тренировка ежедневная в летний период, которые, к сожалению, невозможно организовать во время учебного процесса, во время того, как детки наши занимаются еще и в школе, она дает качественный толчок будущим показателям в течение всего последующего периода на учебный год. Вот сейчас Александр нам и расскажет, как проходило твои тренировки в летний период. Лагерь был очень интересный. Упражнения были сложные и тоже интересные. Было много упражнений, которые раньше мы не делали на тренировках. И, ну, было очень интересно. У тебя был лагерь со спортивным уклоном. Саша, расскажи, каким видом спорта ты занимаешься. Расскажи о своей команде, о ее достижениях. Где вы тренируетесь? Мы тренируемся в Одинцовском, Ледовом. Я лично занимаюсь уже 9 лет хоккеем. И, ну, команда у нас среднего уровня, но мы стараемся и в этом сезоне покажем класс. Ну, то есть и в том числе вот тот фундамент, который заложил летний лагерь, пойдет на пользу. Как ты считаешь, вот пошли впрок эти тренировки? Конечно. Мы стали физически сильнее и техника у нас стала лучше. О чем вы мечтаете в команде с мальчишками, когда разговариваете, обсуждаете, когда только-только начинается новый игровой сезон? Вот какие надежды возлагаете на этот год? Мы хотим выиграть всех и все. Как ты думаешь, у вас есть потенциал? Конечно, шансы есть. Главное стараться и бегать. На что, на твой взгляд, нужно всем ребятам, тренерскому составу обратить внимание, чтобы все-таки вы вышли в лидеры? Ребятам нужно больше стараться, вкладывать больше усилий в тренировки. А тренера делают все, что в их силах, для того, чтобы мы показали класс. Ну, вот скажи, пожалуйста, ты доволен тем, что у тебя была такая возможность тренироваться в летний период? Да. И что бы ты хотел сказать тем людям, которые организовали в том числе и твой летний отдых? Я бы хотел их очень поблагодарить, потому что, если бы не устроили этот лагерь, первый месяц лета я бы не тренировался, и мне бы сейчас было очень тяжело возвращать свою форму. А сейчас ты полностью готов к началу нового сезона и к новым победам. Да, конечно. Мы тебе желаем успехов и, конечно же, ждем медалей и кубков. Правда, Наталья? Да, безусловно. И вот это будет самой большой благодарностью для вас, для тех людей, которые организовывали отдых, в том числе и наших спортсменов. Поэтому, Саша, в твоем лице мы желаем всем нашим юным хоккеистам больших побед. Спасибо. Наталья Вячеславовна, наши дети, Одинцовские ребята, не только отдыхают в летних оздоровительных лагерях, не только посещают лагеря с дневным пребыванием детей, они еще и зарабатывают деньги в летний период. Это трудовые бригады, и к нашему разговору присоединились новые участницы, это Катя и Лера. Они у нас зарабатывали свои первые деньги. Расскажите о трудовых бригадах, сколько, скольким ребятам удалось, в общем-то, почувствовать себя взрослыми? Вы знаете, мы действительно очень гордимся тем, что нам удается создать рабочие места. Места с оплатой труда вот таких вот несовершеннолетних, как наши девочки. 849 старшеклассников из всех общеобразовательных учреждений нашего района в этом году трудились на благо своих школ, лицеев и гимназий. И они не только принесли пользу своей школе, но и заработали денежные средства. Они получили 1500 рублей заработной платы, 3400 рублей материального поощрения и еще 1250 рублей им выплатил Одинцовский центр занятости населения, тоже как материальное поощрение. И я думаю, что они получили колоссальный опыт, трудовой. Они посмотрели, как зарабатываются деньги, насколько это действительно непросто. У них, я думаю, что было прекрасное общение. И самое главное, осознание себя, как нужного, полезного человека, который для школы, для нового ее сезона, сделает что-то очень нужное. Наталья Вячеславовна, чуть больше 6000 получили на руки ребят. Вот как Вы считаете? Около 6000, на Ваш взгляд, все-таки это мало или это достаточно? А давайте посмотрим на этот вопрос с разных ракурсов. Прежде всего, где работает ребенок? В адаптированных условиях, с гарантированной заработной платой, с гарантированным правильным отношением к его труду. То есть с точки зрения физиологии, психологии и, в конце концов, с точки зрения здоровья. Потому что детки у нас предоставляют медицинские справки о том, что они здоровы. И, конечно же, труд подбирается в соответствии с возрастными особенностями ребенка. Это всего лишь 4-6 часов в зависимости от возраста ребенка. И, конечно, осознание того, что ты еще и полезен, это тоже очень важно. Поэтому я думаю, что это адекватная заработная плата для людей, которые еще не достигли совершеннолетия и хорошее подспорье для семьи. Но здесь самый главный воспитательный момент. Катерина, где трудилась ты и как распорядилась своей заработной платой? Убирали мы на школьном дворе, в классах помогали учителям, стадион расчищали. А потратила я на подарок своему дедушке. Молодец! Что ты купила дедушке? Часы. Слушай, ну мне кажется, это самый-самый дорогой подарок для дедушки за всю его жизнь, правда? Он, наверное, принимал его со слезами на глазах. Радовался, да. Ну мне кажется, ради этого стоило трудиться. Почему решила пойти в трудовую бригаду? Вот как так получилось? Откуда узнала? Ну, нам сказали учителя, что можно прийти и помочь школе. Ну и вообще хотелось как-то помочь, внести свой вклад в уборку. То есть вот для тебя была главная цель? Это благоустройство школы, помочь своему педагогическому коллективу? Попробовать поработать. В какой школе ты учишься, Катя? 14-й гимназии, номер 14. Много, большой был фронт работ проведен вашей бригадой? Достаточно. Что сделали? Много чего мы делали. Ну, все, что нас просили, там, помочь, где учителям, где на стадионах, ну, все делали. Не тяжело? Вот все-таки, на твой взгляд, вот это вот осознание того, что ты не просто что-то, да, выполняешь, не просто помогаешь, ты еще получаешь за это заработную плату. Вот, оно одно другому соответствовало? Да, было очень интересно, на самом деле, опыт получила. Как на настоящей работе поработала. Интересно. А мне вот интересно, что ты чувствовала в тот момент, когда получила свой первый зарплат. Радовалась, конечно, гордилась собой, что все-таки молодец, отработала и получила то, что заслуживаю. И сейчас могла порадовать дедушку. Лера, где трудилась ты и кому ты помогала? Я красила спортзал, я убиралась на пришкольной территории, мы там поливали цветы, пололи, потом мы готовили наш школьный стадион к новому учебному году, также помогали учителям в классах. Как ты распорядилась своей заработной платы? Я их пока отложила, вот, а в будущем я планирую что-нибудь подкупить к школе. То есть помочь семье? Да. Молодец какая. Это вот первые деньги, которые ты заработала сама? Да, первые. Откуда узнала о трудовых бригадах и почему решила все-таки пойти туда и поработать? Нам об этом рассказали учителя. Я подумала, что если я в июне все равно никуда не еду, почему бы не поработать и не помочь школе? Какие у нас сознательные дети, Наталья Вячеславовна. Ну, мы безусловно гордимся такими ребятами, но нужно сказать, что для многих семей даже эти деньги, которые заработали сами деньги, дети, это большое подспорье. Это действительно большое подспорье. Это закупить какие-то канцелярские принадлежности, может быть, что-то из одежды к первому сентября. Ну, а для детей это удовольствие не только потратить на себя, но и подарить что-то от себя кому-то, кому-то близкому и дорогому. Наталья Вячеславовна, подводя итог нашей программы, подводя итог летней оздоровительной кампании, хоть она еще и продолжается, и наши дети находятся в летних лагерях, что вам хочется сказать? Каким было это лето для всех нас? Я очень надеюсь, что лето для каждого из нас было очень продуктивным, качественным и позитивным. Я хочу сказать, что в этом году, как, наверное, никогда за всю мою историю работы с Организацией летней оздоровительной кампании, столько не было событий по Организации летней оздоровительной кампании. И, конечно, очень надеюсь, что следующая наша летняя кампания пройдет еще на более высоком и качественном уровне. У нас есть опыт, у нас есть возможности, но самое главное, в Одинцовском районе есть для этого огромный потенциал и ресурс. А еще самое главное, что у нас есть такие замечательные дети, для которых хочется организовать просто самую лучшую летнюю оздоровительную кампанию, хочется делать все, чтобы они радовали своими успехами, достижениями в спорте, чтобы они зарабатывали свои первые деньги и тратили их, покупая и радуя своих близких. Ну и просто оздоровлялись, просто получали массу положительных эмоций и весело, интересно, познавательно проводили свои летние каникулы. Абсолютно с вами согласна. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Желаю успехов в наступающем учебном году и побольше, конечно же, пятерок и новых достижений. Спасибо вам. Спасибо вам.